До 2015 года более тысячи километров храницы с Российской Федерацией представляли собой просто леса, поля, кустарники. И они не были никак размежеваны ни проволочной сеткой, ни контрольно-следовой полосой, ничем. После конфликта с Российской Федерацией, после нападения России на Крым, на Донбасс, было принято решение правительством Россияния Ценюка в рамках закона о государственной границе выделить средства на создание инженерных сооружений, которые бы позволили защитить границу Украины от несанкционированного захода нашей территории, диверсионно-разведывательных групп, незаконного пересечения данной границы, а также предотвращения экономической контрабанды через границу в неустановленных местах. Было вложено порядка 400 миллионов гривен в то, чтобы наконец-то начать огромную работу по демаркации границы с Российской Федерацией. Сделано против транспортных вов, это рвы, которые нужны для того, чтобы не могла пересекать грузовая техника, например, контрабандистов. В Харьковской области 140 километров, в Черниговской 86,3. 40,6 километров контрольно-исследовательных полос в Харьковской области. 64,6 металлического забора. И это только начало, потому что в дальнейшем наша граница с Россией должна будет быть оборудована по самым современным способам. Каждый километр границы должен просматриваться специальными средствами видеофиксации, дальномерами, использованием в том числе ночной оптики, так, чтобы ни одна мышь не могла проскользнуть там. Однако, хочу сказать, что в нашей стране на одного того, кто делает, 28 критиков, специалистов и экспертов. К сожалению, это также имеет место быть, так должно быть в демократической стране, но критика должна основываться на фактах, на здравых подходах, а не только лишь на оголтелом желании поднять свой политический рейтинг. Что касается в целом работы по дальнейшему облаштуванию украинско-российского границы, могу сказать, что партия Народный фронт будет настаивать на продолжении дальнейших работ по инженерному обустройству границы, так, чтобы она соответствовала европейским стандартам. Кроме того, хочу сказать, что когда Европа говорит о том, что у нас безвизовый режим, забывают добавить, что на самом деле Европа требует от нас иметь надежную границу с Российской Федерацией, чтобы через нее не могли проходить толпы мигрантов. И представьте себе, когда в будущем Российской Федерации произойдут какого-то рода катаклизмы, и тысячи беженцев будут бежать к нам, извините, нам нечем было бы даже их остановить.